Здравствуйте. Здравствуйте, Алёрий Валерьянович. Рады видеть вас. Господин министр, благодарим, что согласились на интервью и также хотел бы поблагодарить вас за теплый прием в вашем государстве. Для любого государства День независимости – это святой праздник. Это праздник, который с трудом был реализован. Независимость – это не простое упражнение, это очень сложный процесс, это очень трудоемкий процесс. А укрепление независимости, укрепление того фундамента, который преподает независимость любому государству, это стоит огромных трудов и огромных усилий. Поэтому я вас поздравляю с этим замечательным праздником и желаю азербайджанскому народу, чтобы всегда укрепляли и расширяли суверенитет и независимость своего государства. Это очень важно и я думаю, что это позволит также и ускорить экономическое развитие, укрепление социальной базы для граждан Азербайджана. Я очень надеюсь, что наши оба государства, они будут всегда бок о бок, плечом к плечу, помогать друг другу, независимо от тех тяжестей, через которые мы проходим. Мы с вами встречаемся в условиях пандемии и хотел бы узнать, как ведется борьба с коронавирусом в Молдове. Ну, как и во многих других государствах, я думаю, что и Азербайджан тоже не был исключением. Пандемия ударила очень сильно по всем государствам на глобальном уровне и наши оба государства, наши страны также не являются исключением в этом плане. Поэтому в том, что касается Республики Молдова, да, это был очень сложный период. Только цифра потери национального валового продукта за прошлый год у нас составила минус 7%. Это очень много. Из-за того, что был и локдаун в течение трех месяцев в прошлом году в Республике Молдова, и, соответственно, замедление экономики, закрытие предприятий, отправление работников в так называемые технические отпуска. То есть это все очень чувствительно отразилось в замедлении экономического роста. Либо, говоря уже о прошлом году, это, естественно, был уже не рост, а наоборот, снижение. Но в этом году после очень сильной волны ковида в течение конец февраля, марта, апрель, сейчас вот я с удовольствием замечаю, что у нас фактически сходит на минимальный уровень новых заражений COVID-19 в день. И надеюсь, что если этот тренд продолжится, то через месяц-два, надеюсь, мы практически выйдем из всех карантинных мер и так называемых защитных мер по преодолению пандемии. В то же время мы осознаем, что пандемия будет и дальше развиваться волнами, волнами. И не исключено, что к осени нам придется опять столкнуться с новой волной пандемии, но это она уже переходит в форме гриппозного заболевания, сезонного заболевания. Поэтому сейчас наша главная цель – это иммунизировать путем вакцинации как можно большее количество наших граждан. Мы начали вакцинацию в марте месяце, в начале марта сего года. И в этом контексте я хочу поблагодарить наших международных партнеров, которые предоставили помощь Республике Молдове и в том числе вакцинами, и защитными материалами медицинскими. И в этом плане, конечно, отдельная благодарность также народу Азербайджана за то, что в мае прошлого года Республика Молдова получила гуманитарную помощь от Азербайджана в материалах противодействия COVID-19. Мы это очень ценим, и это явный признак нашей дружбы и наших очень тесных отношений. Как вы оцениваете нынешний этап развития отношений и связей между нашими странами? Политически очень хорошо. У нас очень хорошие отношения на политическом уровне. Простой пример был, в рамках пандемии невозможно была личная физическая встреча между президентами, тогдашним президентом Республики Молдова Игорем Дадуном и Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана. Но они пообщались путем видеоконференции в мае прошлого года. Вы знаете прекрасно, что господин Дадон неоднократно посещал Азербайджан. Мы также ожидали, это было у нас запланировано, официальный визит господина Ильхама Алиева в Республику Молдова в конце прошлого года. Также мы предполагали, что в рамках этого визита господин Алиев приедет на юг Молдавии в город Чадерлунга, где строится фондом Гейдара Алиева, строится культурный центр в городе Чадерлунга. И вот это было бы прекрасная возможность, чтобы в рамках этого официального визита оба главы государств открыли бы официально вот этот культурный центр в городе Чадерлунге. Но в остальном, в том, что касается политического диалога, я могу также сказать, что у нас очень хорошие тесные связи на уровне наших министерств иностранных дел. Мы всегда общаемся между министрами. Последний телефонный разговор, если я не ошибаюсь, между Кишиневом и Баку на уровне МИДов был в ноябре прошлого года. Так что в этом плане мы всегда на связи, мы всегда координируем свои действия, а также на международных площадках, будь то это ООН или ОБСЕ, либо Черноморская организация экономического сотрудничества в рамках СНГ. Это тоже замечательная платформа для сотрудничества. Поэтому в политическом плане, в политическом диалоге никаких проблем нет. Наоборот, очень тесные, очень теплые отношения. В том, что касается экономических связей, у нас, к сожалению, огромный потенциал, который так и не востребован в полном объеме. У нас, если посмотреть на цифры, наш торговый оборот между Молдовой и Азербайджаном примерно чуть более 7 миллионов долларов в год. Это совсем ничего, если посмотреть на тот потенциал, который реально существует в торговом отношении между обоими государствами. Поэтому я очень надеюсь, что мы найдем время сразу же после того, как и Азербайджан, и Республика Молдова выйдем из пандемии. И надеюсь на то, что мы начнем рассматривать возможность созыва заседания межправ комиссии, потому что существует такая структура в наших двухсторонних договорах. И в рамках заседания уже посмотреть более детально, более конкретно на возможное расширение наших торгово-экономических отношений. К примеру, могу сказать, что последнее заседание межправ комиссии между Молдовой и Азербайджаном состоялось аж в 2012 году. То есть вот уже 9 лет фактически заседание не проводилось. Я считаю это очень важным инструментом, инструментарием для того, чтобы непосредственно министры, члены межправительственной комиссии непосредственно обсуждали те возможности, которые есть между двумя государствами, для того, чтобы расширить и углубить. Это самое главное – углубить наши торгово-экономические отношения. Потому что было бы хорошо поднять и торгово-экономические сотрудничества на тот же хороший уровень, который у нас на сегодняшний день на политическом находится. Как вам известно, война на Южном Кавказе закончилась, и Азербайджан является гарантом стабильности и безопасности в регионе. Могут ли молдавские компании участвовать в восстановлении тех территорий, которые были освобождены от оккупации азербайджанской армии? Если азербайджанская сторона пригласит молдавские компании для участия в тех тендерах, которые рассматриваются открыт для того, чтобы участвовать в восстановлении этих регионов Азербайджанской республики, то, конечно, наши компании готовы принимать активное участие в этом процессе. В том, что касается тех военных действий, вы прекрасно отдаете себе отчет, что мы, как бывшие республики бывшего Советского Союза, у нас очень хорошие тесные связи, тесные культурные, экономические связи, которые остались со времен Советского Союза. Поэтому для республики Молдова народ Азербайджана является очень дорогим, братским. Переживали за тот период, когда проходили эти военные действия в Нагорном Карабахе. Но в то же время я хочу сказать, что мы всегда поддерживали и будем поддерживать в любом государстве неприкосновенность международно признанных границ. Это краеугольный камень, беря во внимание, что и Республика Молдова, и Азербайджан, и Армения являются членами, государствами, членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Краеугольный камень, который является Хельсинский договор 1975 года о признании нерушимости международно признанных границ, исходя из того, что при развале Советского Союза те республики, которые получили независимость, мы автоматически подписали вот этот Хельсинский акт 1975 года. Соответственно, мы признали и нерушимость международно признанных границ. Поэтому для нас это краеугольный камень международно-правовой основы. И, естественно, каждое государство должно защищать и требовать уважения международно признанных границ. Как вы видите дальнейшие перспективы развития связей между Азербайджаном и Молдовой? У нас международно-правовая база, она очень обширная. Насколько я знаю, у нас порядка 50 договоров двухсторонних подписаны между Республикой Молдовой и Азербайджаном. В процессе обсуждения сейчас находится порядка 10 проектов дополнительных договоров двухсторонних между нашими государствами. Поэтому в том, что касается международно-правовой базы, двухсторонней правовой базы, она довольно-таки солидная, крепкая. Поэтому я оптимистически настроен на то, что наши возможности укрепления и углубления сотрудничества, они очень большие. И есть огромный потенциал, как я говорил в начале нашего интервью. И я думаю, что независимо от того, какое правительство, какие изменения политические будут после досрочных парламентских выборов 11 июля в Республике Молдова, любое правительство Молдова будет стараться углублять и расширять сотрудничество с Азербайджаном. Надеюсь, что такое же отношение всегда будет и со стороны Азербайджана. Спасибо большое, благодарим за интервью, благодарим, что приняли нас. Спасибо вам большое. Спасибо.